Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Ведьмак первую часть, друзья. Я вот сажусь, когда записывать, я прям тащусь. Ну, блин, можно же более нормальные слова говорить? Какой-нибудь тащусь, блин! В общем, наслаждаюсь этой атмосферой, получаю капец какие позитивные эмоции, и ощущаю прям вот-вот прям все, вот как старались разработчики. Итак, окрестность Визимы, друзья. Мы остановились на том, что сейчас мы наконец-то попадем в Визиму, и я так понимаю, начинается вторая глава. Ты понимаешь? Мы потратили 11 серий на то, чтобы... Первая глава. То есть роликов будет, ну, где-то примерно 60 серий точно. Мне так чувствуется. Ну, видишь, если бы я по часу их проходил, а не по 30, так, минут, то... Ну, в принципе, мы в этой локации многое сделали. Конечно, мы упустили кое-что. Мы упустили босса. Босса одного. Мы сейчас пойдем как раз на него. Около мельницы мне написали, что утопец есть. Вот. Мы сдали голову Гуля, главному королевскому ловчию. Он обрадовался. Он дал 200 аренов, но ничего больше. Мне также сказали, типа, если ты будешь дальше проходить, то тогда ты получишь... Сейчас он говорит, из... Тулей. Нет, нет, друзья. Мы с тобой... Ворота вот нам куда, кстати, надо ночью. Но, по идее, пропуск у нас и так есть. Шани где-то... Где-то здесь, что ли? Она куда-то там ушла? Я даже не понял, на самом деле. Скорее всего... А, вон она. Она даже меня не ждет. То есть, видишь, ей все равно. Итак, мы с тобой сейчас пойдем... Кто это... А, это Шани, 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 Шани. Вот она стоит. Тут зверя уже нету. Остались только... Э-э-э, погоди, стоп, а что с крестьянкой? Что за... Что за фигня вообще происходит? Я же вроде их не убивал. А за что они так? Берберг. Вот. Непонятно. Смотри, прям сколько трупов. Это дом... Стоп. А Бигейл или нет? Тут живет. Секундочку. Хижина. Нет, Абигейла здесь нет. Есть шкаф. Где мы, кстати, болотные чудовища. О-о-о-о. Нет свободного... Ну, это, блин, понятно. Так, можно мне, пожалуйста? Нет, я даже... Я даже не могу. Боже мой. Что ж такое-то? Янтарь. Ценный предмет. Нам надо по-любому сейчас в Изиме найти торговца. Быстренько с ним там переговорить. Мы уже можем с тобой, кстати, сделать меч какой-то. Ну, там чуть попозже сделаем. Свиток глаз химеры. Это все либо надо куда-то положить. Ладно, мы с тобой придумаем ценный предмет. Ну, как он ценный? Что-нибудь такое не очень ценный. Пожалуйста, красная шаль. Во. Все. Все это мы с тобой чуть попозже, может, прочитаем как раз. Сейчас мы с тобой... Идем, да... Надо будет утопца главного этого уничтожить. Так. Шаня опять же у нас куда-то там ушла. Вообще меня не ждет. Я просто офигеваю. Другие хотя бы ждали меня как-то. Смотри, вообще всех перерезали. Офигеть. Просто посмотри. Не могли... Не могли... Это же не мы сделали. Да, это не мы. Что за фигня? Ну, против нас, конечно, целое поселение как бы было. Но... Походу, мы всех офигеть. Как-то это не очень, блин. Ну, ладно. Здесь по-любому кто-то будет ночью, да? Да по-любому кто-нибудь должен быть. Так. Двери, часовни. Что, кстати, насчет двери в дом преподобного? Преподобного больше, конечно, друзья, нету. Все. Он оказался очень-очень плохим человеком. Все, давай-ка уходим. Ну, ладно, тогда... Шаня, видишь, уже телепортировалась туда. Дверь. Так. Да, мы... Смотри, ячейка для трофеев. Специально такая ячейка. В общем... В общем, друзья, нам надо идти вон туда. Так, как я понимаю. Чуть дальше мельницы. Городской стражник. Мне слишком мало платья. Ну, это я понимаю. Сейчас Шаня пойдет туда, потому что нам там говорили как раз охранник. В общем... Так, что она скажет мне? Секунду. За этими воротами вызим. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв. Саламандры мертвы. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. Здесь только катсцены не будет. Вот, Микулу там стоит. Но я пока к Микуле не хочу подходить. Я хочу действительно уничтожить вот этого главного утопца. Сейчас мы с тобой посмотрим, вообще есть ли он здесь. Потому что, ну... Возможно... Так, ласточкино зелье. В общем, где-то здесь... Должен быть... Городской стражник там дальше. Слушай, нету. Блин, а где же... Ладно. Ничего страшного. В принципе, ничего страшного. Если что, мы вернемся. Наверное. Правильно? Можно же вернуться? На всякий случай я делаю дополнительное сохранение. И если вдруг вы скажете, типа... Ой, балбес, по-русски говоря. Неправильно, неправильно. Тут действительно... Вот, ну, тут заперто, да, я знаю. То, что здесь утопец был на другой стороне. Не туда ты побежал. Ну... Только если вы, конечно... О, Микулу тут. Ага. Так. Ага. Ну-ка, я нашел эти необычные кости. Я нашел эти необычные кости. Похоже на работу краснолюдов. Не знаю, что там народ говорит, но я уже с игрой завязал давно. Вот чё, вот чё, чтоб мне провалиться. Спокойно, Микула. Я просто спросил. Преподобный может подтвердить, что я игру спалил и отрекся от нечистого. Уговорись с краснолюдом, с Золтаном. Сжёг кости, ну-ка. С Золтаном говоришь. Ну-ка, погоди. А? Не знаю, припод... Говорит, сжёг кости. Но мне кажется, что ты заливаешь. Да я бы никогда... Не бойся. Видишь ли, я тоже играю. Золота мне рассказал. Фу. Ну ты меня и напугал, ведьмак. Заходи иногда поиграть. Скучновато тут просто так целый день торчать. Ну давай пог... Да конечно сыграем. Сыграем. Итак. Я хочу сыграть. Давай. О, уже рассвет наступил. Офигеть. Итак, бросаем кости. Решили мы где-то тут, блин, сыграть. Вообще дождь идёт, по идее. Почему рассвет? Непонятно. Так, у нас две пары. Ой-ой-ой, у него сет. Принять ставку. Так. Что у нас? Принять ставку? Да-да-да. Принимаем, принимаем. Нормально. Чё, ещё? У вас ничего. У вас ничего. Так, тогда перебросим. Мы можем... Хотя вот один, два, три, четыре. Давай бросим кости. А у него... Так, противник думает. У меня... Ой, отлично, отлично, отлично. Хороший результат. Окей. Давай бросаем кости. Бросок. Офигенно. Офигенно. Офигенно просто. Так, естественно, я... Фулл Хаус. Всё, мы выиграли. Так, я выиграл Микулу. Буду искать и дальше. Блин, интересно, а кто ещё у нас есть? Я же вообще со многими уже. Так, давай-ка поговорим с Микулой. Мы же здесь не играть. У меня есть пропуск. Пусти меня в Изиму. Я хочу сказать... Я... Мне... Очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Эльзой. Офигеть. Ну, он получается, её, короче, отодрал, и она... Тут какая-то фигня, ребята. Что-то он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слоки. Капец. Вот это мы попали с тобой. Офигеть. И нас сейчас ещё... Да блин, я столько всего... Да господи, темнится, а. Офигеть. Глава вторая. Отличная глава. Вот это вот просто... Во. Во. Как хорошо. Начинается глава. Но это круто. Значит, побег. Эй, выпусти меня. Я не виновен. Эй, тюремщик. Ну, хоть переведи. Ну, не хочу я с политическими. Можно опоршивить. Я честный вор. Выпусти где? Заткни пасть. Я занят. Сыр там. Тише. Хочешь моей смерти? Этот вор мешает. Вот-вот. Вор. А сижу с политическими. Заткнись, сказал. Не ори. Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну. Прелестно, чёрт побери. Капец. Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. Юс, открой камеру. Боишься, обделался? Покажи, белый, что можешь. Назад. Что за... Ты дерёшься или нет? Профессор, на выход. Свободен. О, профессор там. О! Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак. Мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь. Это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберёмся позже. До встречи. Капец. Буду ждать. Офигеть. В тюрьме, ведьмак. Что это? Офигеть. Ладно, давай смотреть, что мы можем сделать. Да открывай тужи. Не хочет открываться. Да, решётка. Тюремщик Юз. Смухотися. Так, ладно. Итак, посмотрим наши карманы. Ну, естественно, в сумке ничего нет. Но есть набор игральных. Успокойся. Успокойся, ты сам, блин. Ты пробовал эту дрянь, которую они называют... Осуждённый эльф. Завтра мой большой день. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Хм. Мне всегда нравились игры. А Юз позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. Давай. Так. 579? У меня есть 579 аренов? Откуда? То есть, он куда-то припрят... Куда он там припрятал? Видимак, ты куда там припрятываешь-то? Ой, блин, да я уже в эти кости... Так, две пары, пара. Принимаю, принимаю. Ну, такие гроши. Но нам надо выиграть по-любому. Давай, 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 давай. Что хочешь, чтобы мы с собой? Бросаем косточки. Сейчас что-то должно выпить. Пожалуйста, двойка, тройка. Е! Шикарно! Нифига себе! У нас просто шикарно сейчас. Все, мы выиграли. А, фиг там тебе. Фиг там тебе. Следующий раунд. Давай. Сейчас выиграем, и все будет окей. Ну, тут такое все, если честно. Ох, ему как повезло! Пас. Я не буду, не буду добавлять. Но попробуем, конечно, еще раз перебросить кости вдруг. Ну, это ничего не того. Так, этот раунд за ним. Понятно все. Этот раунд за ним. Следующий раунд. Три раунда аж у нас сегодня, друзья. Так, принимаем пару. Ставку. Ставку, 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 ставку. Так. Бросаем. Пожалуйста, пожалуйста, должно повезти. Все, это куда больше, чем у него. Эй, вы, отребье. Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации. А как насчет руки принцессы и половины царства в придачу? Остряк, следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Я убью этого монстра. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками. Какой? Угу. Этот здоровяк? Вы шутите? Ведьмак. У меня в подземелье и у всех равные права. Даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса. Да как два пальца. Капец. Погоди. Ну. А то что мы проиграли? Стой. Мне... Не буду... Да стой! Мне надо выиграть по любасу. Великий побег. Сейчас. Хорошо. Так, пацаны. Играем по максималочке опять. Я не знаю, тут ли скрипт какой, но я не могу. Я не могу выиграть. Давай, давай, давай. Ох ты, хорошо. Хорошо, у нас пара уже есть шестерочек. Так, норм. У него пара пятерок. Так, пара есть. Мы с тобой повышаем, естественно. Повышаем, повышаем. Все, бросаем. Можно большие-то... Офигенно. Сделали, сделали. Все, противник думает. Почему сейчас повысить нельзя? Ну. Все, выиграли. Первый раунд за нами. Второй раунд за ним. И третий раунд будет решающим. Нет, этот раунд тоже за мной. Раунд! Пошумим. Ох ты, блин. У меня сет. У меня сет. У меня сет вообще-то. Хоть у тебя, да, шестерки. Я такой... О, шип. Бросаем. Давай вперед. Бросок. Ох ты же. Не повезло. Не повезло, к сожалению. Но если второй раунд за нами, то будет отлично. Есть. Все. Я выиграл. И... Это мы с тобой уже слушали. Я еле как, на самом деле. Так. И что? Это мне, кстати, ничего не дало. Или дало. То, что я его выиграл. Видимо, нифига. Ладно. Хорошо. Круто у них тут развлечение. Все дела. Так. Узник. Ну, давай силач. Подходи. Я набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, свободен. Мне кажется, это полный бред. Что ж, начнем. Нифига мы не начнем. Ах ты ублюдок. Так, тихо. Тихо, тихо. Главное просто, напросто, когда видишь, там какая-то цель. Все. Да хана ему. Надо бить, когда нету прицела какого-то на кулаке. Силач. Да уж. Да, да. Крутой, конечно, мужик. Супер. Ах ты собачий сын. Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил. Я спас тебе жизнь. С кокотриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. Ладно. Ну, давай. Поздравляем. Ты выиграл право убить монстров канализации. Я почти горжусь этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Струсил? Мне нужно оружие. Какое приятное совпадение. Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? Не твое дело. Юз, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок. Именно тот. Я могу его взять? Возьмешь его у Юза. Потом заберешь свои вещи из хранилища. Если, конечно, у тебя будет потом. Ладно. За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповрежденную. Посмотрим, что я смогу сделать. Капец какой-то. Офигеть. И все, мы выбрались на свободу. Надбреком. Может быть, я и вор. Я не виновен. Есть здесь уже третий. Интересно. Ты пробовал эту дрянь. Болваны. Все, я иду. Офигеть. То есть нам дали уже ведьмачий этот. Мой меч. Где же он? Быстрее. У меня мало времени. Ах, да, есть. Мы также конфисковали пару эликсиров. Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться. Удачи тебе. Как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решеткой. Обязательно. А потом я найду профессора. Глупо. Профессор как заговоренный. Его ничто не берет. И он занимается мокрой работой. Куда важнее тот, кто его контролирует. Если хочешь сделать все правильно, разберись с боссом. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их главарь большая шишка. У него есть вязы. В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду. Ага. Только сначала тебе придется пережить встречу с Какатриксом. Смотри за моими вещами. Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы все было на месте. Кто такой Какатрикс? Какой-то Какатрикс, Обеликс. Гал что? Гал. Кто это вообще такие? Астриикс и Обеликс. XXL2. Забыл, друзья, проходить. Итак, вот какой-то... Ухля, красавчик какой. Посмотри. Серьезно? А почему ко мне так лояльны? Я вот это не могу понять. Типа... Типа... И настолько уверены, что я смогу спокойно... Забрать свои вещи. Обычно бывает как? Типа, да никуда ты не уйдешь. А, вот и меч мой. Типа... Ааа... Ааа... Теперь у нас есть ведьмачий меч. И это круто. Давай мы его надрочим чуть-чуть. Есть, готово. Так. Останки, труп. Давай посмотрим, что он там хавал. Блин, может не надо это все брать? Решетка, бочка какая-то. Так. Зигфрид. Здорово, чувак. Что ты за существо? Ааа, ведьмак. Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутации. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт. Ведьмак, как ты уже заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт. Что ты знаешь о Кокатриксах? Кокатриксы, также известные как Скофины, это вид орнитазавров. Они огромны, в два раза больше обычной крупной птицы. Будучи связующим звеном между рептилией и птицей, они напоминают петухов. Откуда их народные наименования? Любопытно. Продолжай. Кокатриксов часто путают с василисками, но это два разных вида. Вопреки общепринятому убеждению, взгляд Кокатрикса не превращает людей в камень, но нужно бояться его клюва. Этим клювом он может разрывать жизненно важные органы врага с точностью хирурга. Зачастую жертва погибает мгновенно, особенно если Кокатриксу удалось подкрасться сзади. Что ты думаешь по поводу убийства этой твари? Кокатрикс это опасный противник. Тебе нужно быть отличным мечником. Если у тебя нет серебряного меча, дело становится еще тяжелее. Что еще? Как всегда нужно быть на страже. Скоффин любит нападать сзади. Какие алхимические ингредиенты можно получить из Кокатрикса? Хотя его глаза и не могут превращать людей в камень, они довольно универсальный компонент и очень дорогой. Я слыхал, что перья с его хвоста еще дороже. Впечатляющие познания. Признаю, что мои познания о чудовищах ограничиваются Кокатриксами. Мой покойный отец Эйк из Дэна следует упокоиться, он с миром оставил мне гравюру с этим зверем. Было еще много гравюр, но все они погибли в животе у Монтикоры. Сохранился только образ Скоффина. Мои соболезнования. Ты на Монтикору охотился? Нет, я был в то время в отлучке. Когда я вернулся, то узнал, что мой отец, несмотря на увечье, решил сразиться с Монтикорой. Он попросил привязать его к коню, а затем с молитвой на устах атаковал чудовище. Как ты понимаешь, там он и встретил свою трагическую кончину. Когда я добрался до места их боя, чудовище мучилось от ужасной боли и было при смерти. Монтикора не смогла извлечь моего отца из его доспеха и проглотила практически целиком. Потом уже начали говорить, что священный пламень души Эйка сжег сердце зверя. Воистину героическая смерть. Да почиит он в мире. Ты пришел за Кокатриксом. Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно, я бы сказал. Делаете работу ведьмаков. Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии. И уверяю тебя, меч ношу не для красоты. Так. Договорились. Идем. Веди ведьмак. Сразу монстры какие-то. А, ну понятно. Сразу миллион, миллиард просто сразу появляются ниоткуда. Что насчет серебряного меча? Итак. Всегда старайтесь использовать серебряные мечи, схватка с магичными тварями. Используй стальную. Так, короче, надо вот эту вот нам. Ну что такое, блин? Так, утопец. Там еще у нас есть. Так, невестное растение какое-то. Вообще, надо прокачивать нам сейчас этот меч. Ладно, нормально. Так, смотрим теперь, куда нам лучше идти. Так, решеточка. Вот оттуда мы пришли, если что. Давай, потанцуй. Да потанцуй уже, ну. Понимаешь, что вообще происходит. Так, решетка. Нам туда пока не надо, я думаю. Давай. Круто, слушай, офигеть, какой крутой меч. Я просто в шоке. Неизвестное растение, к сожалению, да. Я не знаю, что с ним делать. Надо будет прочитать. Так, и давай сохранимся. Конечно, первую очередь. Посмотрим, что за какатрикс вместо силы. Так, есть. И утопцев там до хрена. Нормально, слушай, их разбираем с тобой. И он еще, видишь, нам помогает. Круто, если бы тут был реально компаньон. Так, неплохо. Бочки какие-то. Надо, короче, смотреть в оба. Там еще какой-то Зигфрид. По-моему, во второй части, кстати, Зигфрид вроде есть. Если я не ошибаюсь, он есть. И он нам может помочь, если мы... Гер! Осторожнее сзади! Блин. Сейчас его еще, не дай бог, убьют. Не, ну... Стой ты, блин, убьют! Ну, имеется в виду, что, конечно же, его... Второй... А вот и какойатрикс, да? Я имею в виду, что его убьют, ну и игра будет провалена. Какая-нибудь девушка. Во второй части, раз он живой, то сейчас его не должны убить. Все. Зигфрид, вставай, брат. Не, он... У меня в бесконечных, по-поятному. Лини... Ну, не будем 100% гореть, камчук. Кокотрикс мертв. Теперь давай выйдем на поверхность. Не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно. Хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Очень быстро было. Я, на самом деле, даже и не понял, что произошло. А глаза... Может, что-то... Драгоценный камень. Голова как отрится. Вот, надо его... Винцет у доказательства убийства. У нас мало времени. Ты поторопись! Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Ну да? Кто же здесь? Это беловолосый ублюдок. Гос был прав, как всегда. Убить его! И рыцарь этого. А, у нас... Сейчас ведьмачи... А, ну у нас проблема в том, что у нас ведьмачи. Ассасины. Оксусины у нас. Ох, ребятки, что ж вы тут забыли-то, а? Остальной-то мерзкий меч. Ну, это такое себе. Надо будет это... Твои друзья? Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня. Один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? У меня в Визиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело. Неплохая мысль. Может, профессионалы сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовища было легко. Ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Так, ладно. Вот ключ отмомода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда, в поисках чудовищ. А-а-а, твоя священная миссия за... Это излишний сарказм. Ладно, хорошо. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Да боже, он все говорит и говорит и говорит и говорит и говорит, и этот говорит и говорит. И меня это просто напрягло, почему-то, друзья. Так, короче. Пошли за... Стальной меч. Попохрен на него. Так, выход, решетка. Нам туда сейчас надо идти. А, заперто. В смысле? Нет, нам сюда. Ладно. Мне надо забрать вещи свои. Потому что я не туда пошел. Посмотрим, друзья. Храмовый квартал. Вау. Суши красивые. Выглядит круто. Друзья, теперь мы будем здесь ходить. Здорово, здорово. Так, кто-то такой. Ловкач. Эй, воин. А ты, похоже, умеешь с мечом обращаться. Я прав? В чем дело? Незадолго до войны я спрятал фамильные ценности и еще кое-какие побрякушки. А теперь... Ты пытаешься нанять первого попавшегося незнакомца, чтобы вернуть себе все свои сокровища? До последней монеты? Шутишь, что ли? Если бы ты хотел меня ограбить, не кричал бы сейчас на всю улицу. Я таких, как ты, хорошо знаю. Видел вас на войне, как смерть рядом с вами ходит. Ну, выкладывай, в чем дело? Чтобы добраться до моего тайника, мне бы пришлось рисковать шкурой. А ты с этой задачей легко справишься. Все сокровища можешь оставить себе. Верни мне только мое фамильное кольцо. А что такого ценного в этом кольце? Это семейные дела. Тебя они не касаются. С помощью этого кольца я, наконец, смогу получить свое наследство. Выкладывай все по порядку. Но имея в виду, людей я не убиваю. Терпение. Я еще не все рассказала. Понятно. Все, понял, понял. В таком случае, согласен. Ты подтверждаешь, что я могу забрать секунду. Подтверждаю. Там, в моем су... Где... Спускайся в канализацию. Через вход возле канала. Там, слева от... Еще один вопрос. Я буду ждать. Здесь каждое утро. Погоди, вход. Обратно, что ли? Боже мой, рельеф какой-то. Смотри, что это такое? Ключ какой-то. Короче, ладно, друзья. Мы с тобой продолжим уже в следующей серии. Очень круто. Тут хочется походить, побродить. Что вообще здесь происходит? Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.